Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие члены Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу. Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейницей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейницей, выйдя за другого мужа. Итак, и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да, приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Апостол Павел продолжает эту тему о законе и благодати. На протяжении всего Священного Писания он не говорит о том, что закон сам по себе плох. Но главная мысль послания апостола Павла к римлянам о законе и благодати такова, что законом познается грех. В дальнейшем он так и скажет, сам закон по себе свят. Но, если мы думаем спастись только делами закона, то обнаруживаем, что это сделать невозможно. И для этого нам дается в помощь благодать Христова, которая подается в церкви, которую здесь и устроил Спаситель на земле, являясь сам основанием церкви и основателем ее. Видим, что апостол Павел здесь берет прообраз, он не решает здесь вопрос о жене, замужестве, прелюбодейце и прелюбодейке, или вопрос семейной жизни, он об этом говорит в другом послании. Здесь он берет этот прообраз, который очень ясен и понятен иудеям, которые по своему неофитству, уже будучи крещенными, но никак не могли оторваться от того, к чему они привыкли. От закона, о котором апостол Павел скажет, что букву убивает, а дух животворит. Они так надеялись на закон и на собственные свои дела, и надеялись на человека, даже пусть и на пророка, что они дети Авраама по плоти, что иногда это мешало им приступать к благодати и быть открытыми к ней. Поэтому апостол Павел здесь берет этот прообраз, говоря о муже и жене, что когда муж умер, то жена свободна. И он говорит, что здесь нет никакого прелюбодеяния, если вы, отвратившись от ветхого закона, который по сути умертвляется благодатью Божией. Но только тогда, мы еще об этом будем говорить, только тогда, когда исполняется то главное предписание, которым говорит апостол Павел в другом послании, «Вас должен быть ум Христов», или, как призывает Спаситель, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». И когда человек достигает этого совершенства, то закон уже не нужен, чтобы обнаружить в нем грех. Хотя до тех пор, пока мы охотимся в этой телесной храмине, как и говорил об этом преподобном Акаре Великий, что не доверяй своему телу, пока оно в гроб не ляжет. Действительно, полагаться на себя, полагаться, что уже и закон мне не нужен, что я уже и достиг чего-то, это очень опасное состояние духовной жизни. В этом смысле, законом, как скажет апостол Павел, познается грех. И он необходим для обнаруживания греха. Поэтому апостол прибегает здесь, он как бы здесь, так мы видим, что он постепенно уговаривает иудеев, будучи сам, иудеи из иудеев, как он на себе говорит, из колена Вениаминова, но однажды сказавший, что он любит так свою нацию, что он говорит, я готов быть сам отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. Поэтому он не пренебрегает ими, что ну вот вы, беззаконники и прочие, не угрожает им никак, но постепенно любовью хочет, с любовью хочет перевести их сознание и осмысление нужности закона и необходимости благодати оправдывающей. Поэтому так и говорит. Приводит там знакомую метафору, замужная женщина привязана знакомым к живому мужу, так и говорит. Но она освобождается, когда муж умирает. То есть здесь мы об этом говорили, о вопросах семейной жизни, и говорили, это еще об этом сказал Спаситель в Евангелии. Помните, как он и говорит, что если умрет муж, то может выйти или жениться на другой, как и Авраам, когда у него умерла отца, а он женился на Хитуре. В этом не было греха, он был вдовец. И не ради похоти, как пишут отцы церкви, но ради деторождения. Так, второе, что говорит Христос, если есть грех прелюбодеяния, тогда есть возможность расстаться. И третье, но это уже крайний случай, который разбирает церковный суд, крайное помешательство человека, когда есть угроза жизни, семьи и прочее. Но это отдельные, какие-то исключительные случаи. Итак, так и пишет. Блаженный Августин об этом говорит следующая цитата. «Сама душа умирает для греха и освобождается от закона, дабы принадлежать другому супругу, то есть Христу. Душа умирает для греха, но в некотором смысле он продолжает, то есть грех – жить. Случается, что желания и определенные побуждения греха появляются в нас, однако мы не подчиняемся им и не сочувствуем, служа разумом, закону Бога, ибо мы умерли для греха». Блаженный Августин здесь говорит о том, что, как и тогда, муж умер, жена свободна и уже не для греха, и вольно выйти. Живет не для греха, если выйдет замуж и за другого. В этом греха не будет. Поэтому здесь, проводя эту параллель, для них очень понятно, Блаженный Августин дает такое пояснение. Вот еще его же цитата. Для сравнения, цитата, Павел называет установление закона мужем, человеком или замужней женщиной, чтобы показать, что закон, не имея силы наказания, как бы уже мертв и не может воспрепятствовать нам, когда мы уже умершлены, перейти навсегда ко Христу, восставшему из мертвых, ведь закон по праву будет жить в нас, если он обнаружит то, что достойно наказания. То есть, конец цитаты, закон живет в нас только тогда, то есть, мы как бы прибегаем к нему, руководствуемся им в своей жизни, чтобы обнаружить грех. Если это действительно есть, то закон оживает, и он начинает руководить нами. Но это не вся мысль, это же только начало. Апостол Павел продолжает объяснение, в чем смысл христианской жизни. Теперь уже не только по ветхому закону, который нужен для обнаружения беззакония, но и по благодати. Далее, пятый стих, как мы и с вами прочитали, «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживали мы и знакомым, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». То есть, здесь святитель Леонид Златоуст пишет следующий комментарий по этому вопросу, цитата. «Павел не сказал, когда мы жили по закону, везде остерегаясь дать зацепку еретикам, но когда мы жили по плоти, он говорит, то есть в злых делах, в плотской жизни, за тем, чтобы ни в чем не обвинять плоть, он не сказал страсти, которые творили члены ваши, но которые действовали в членах наших, показывая, что начало порока, в действующих помыслах, а не в членах». То есть, не сама по себе плоть, пишет святитель Леонид Златоуст, дальше продолжает эту мысль, греховно. Как об этом говорили, например, и Маркион, что Ветхие Заветы вообще не нужен, и Манихеи говорили о том, что плоть побуждает якобы человека к беззаконию. И Ориген впадал в некоторые крайности, говоря о том, что плоть — это темница души. И сегодня современные лжепророки, например, оккультисты, теософия Блаватской и другие, даже вот, или там такие экстравагантные секты, как Деир, они говорят о том, что надо всячески плоть порабощать блудом, пьянством, обжорством, ну, чтобы она вот это... Она все равно плохая, то есть ее надо уничижать. Нет, в христианстве никогда мы не понимали, и в православии это с этого позиции, несмотря на то, что есть у нас и посты, и молитвы, и аскетизм, но всегда понималось то, о чем пишет здесь свидетель Анат Златоуст, в которых они действуют, то есть страсти действуют. И далее продолжает, смотрите. «Ибо душа музыкант, а природа плоти кефара, то есть инструмент, звучащий так, как заставляет ее музыкант. Потому неблагозвучную песню нам нужно вменять, неблагозвучную песню нам нужно вменять не плоти, но прежде нее, душе». Конец цитаты. Поэтому так. То есть, как душа настроена туда, и воля человеческая, в общем-то, и действия, вернее, плоти туда и направляются. И далее пишет апостол. «Что же скажем? Неужели от закона грех?» Он задается этим вопросом, действительно, который могут понять неправильно в ее рассуждениях. И дает свое утверждение, как он часто делает в своем послании. «Никак». Очень четкое, емкое понятие. «Никак». «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона». То, о чем мы с вами и уже чуть выше сказали. «Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил. Не пожелай». Действительно, откуда знать? Откуда знать, что не почитать отца и мать, это плохо? Откуда знать, что не прелюбодействую, это нарушение закона, если бы не было сказано? Многие люди так говорят сегодня. А есть даже целая концепция на Западе. Психолог ее, кстати, применяет. «Надоела жена?» Ну, просто надо развлечься чуть-чуть с одной, второй, с третьей, но потом опять ты поймешь, что твоя жена, она получше, да, и нормальная, в принципе. Есть целые, меняются женами и прочие вещи. А закон говорит, не прелюбодействуй, ставит преграду. Поэтому этим людям, конечно, не нравится заповедь Божия и закон. Поэтому апостол говорит, если бы не сказано было, не пожелай, откуда бы я знал? «Но грех, пишет, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Вот это вот интересный текст, который необходимо рассмотреть. Что значит грех действует через заповеди, без закона он мертв? Для того, чтобы разобраться действительно в этих непростых для понимания словах, в результате которых часто возникали разные еретические, и даже целое сообщество и до сих пор пользуются этими текстами и искажают их. Поэтому без отцов церкви, без святого признания, то есть без духа святаго, это нам понять очень сложно, и мы с вами, если соберемся это делать, то можно даже и не сомневаться, можно даже не сомневаться, попадем в какое-нибудь заблуждение или, не дай бог, сектантское сообщество. Поэтому обратим к святителю Анзлатоусту. Что он пишет по этому поводу? Грех действует через заповедь. Ты видишь, пишет он, цитата, как Павел снял с себя обвинение, ибо, говорит он, грех, а не закон, получил повод, умножил вожделение, и произошло противоположно тому, чего желал закон, чтобы было признаком слабости, а не порочности. Что было признаком слабости, а не порочности. Ведь если бы, продолжает, мы чего-либо вожделеем, а потом встречаем препятствие, пламя вожделения разгорается сильнее. Вот закон говорит, не надо, а мы говорим, хочется, да, вот по похоть Поступать это есть «хочется», «хочу», «похоть» — одно и то же коренное слово. Поэтому так и говорит, если мы чего-либо вожделеем, а потом встречаем препятствия, пламя вожделения разгорается сильнее. Правильно же пословица? Запретный плод сладок. Деял здесь начинает играть. Он так представляет грех таким сладким, удивительным, что-то такое необычным ощущением, которое в нас произойдет, если мы только в него. Ну, мы знаем эту уловку и этот крючок, который был еще в начале истории человечества. «Похоть плоть, похоть очей, гордь житейская». И да, смотрите, как завершает свидетель Анзела Тауст, рассматривая этот текст. Но это не из-за закона, не сам закон плох. Мы собираемся его приступить, и себе иллюзию надумали, что вот он сладок и дает знание. «Не закон плох, ибо он воспрепятствовал, чтобы отвратить, а из-за греха». То есть, твое нерадение и порочное намерение воспользовались добром для его противоположностей. И это вина не врача, а больного, который плохо употребил лекарства. Конденситаты, точно. Все точно. Человеку говорят так, а он говорит, а я не буду лечиться. А ему говорят, нет, надо. Вот же, искусство врача от Господа, как в книге Иисуса Синасирахова об этом говорится. А человек говорит, нет. Или сразу там горсть взял и съел. Ну и что? Отравление. Или наоборот, пренебрегает лечением. Или делает по-своему. Что произойдет? Ничего хорошего. Так и в духовной жизни. Так и закон. Он неплох сам по себе. Но противление ему. А дьявол не имеет своего бытия. Он делает все наоборот. Я помню, в центре реабилитации это еще давно уже было достаточно. Одна зашла, маму, вернее, привела одну молодую девочку, совсем еще там, я не знаю, была ли она совершеннолетняя к тому моменту, которая попала в секту сатанистов. Ну, такой сатанизм, он тоже там бывает разный. Бывает такой уж слишком извращенный, а бывает такой вот, как называют его, дворовый. Они там мышей распинали, кошек там ловили, всячески издевались, там голову отрывали. Ну, все, что касается жизни такой подростковой сатанизма, можно назвать. И я заметил, что когда она пришла, то в руках у нее была Библия. И такое вот, если вы помните, тогда были такие мягкие переплеты, без названия, без всего, такая вот просто вот Библия. Но потом, когда при разговоре, я обратил внимание, что она вся истыкана как-то, и настолько вот, что-то как будто ее ножом тыкали. И я у нее спросил, а что это у вас? Она говорит, Библия. Я говорю, а почему она так? Ну, это так, человек невнятно разговаривает. Приходят некоторые мысли там и что-то еще. Вот. А потом я спросил, а вы читаете Библию? Она говорит, да. Я говорю, ну и как же вы читали закон Божий? Она прямо его открыла, даже не глядя. Прям раз, закладки не было. 20-х главу книги Исход. Да, я удивился. Я говорю, и что же вы разве не видите, что заповедь говорит, не убивай, а вы там мыши убиваете, и кошек? Она говорит, а мы все делаем наоборот. Если сказано, не убивай, ну убивай. Если сказано, не прерибодействуй. Прерибодействуй сказано, почитай отца и мать, не почитай отца и мать. То есть дьявол, сатанус, он делает все наоборот. Так и здесь. То есть грех бред по заповеди и извращает ее. То есть он показывает, что нарушение заповеди человек приведет к какому-то такому хорошему состоянию, а еще хуже, если человек приступает и противится ей. Итак, так и говорит апостол, грех, взяв повод от заповеди, производит во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. О, действительно, то есть заповедь пришла, а человек начинает осмыслять, а, оказывается, это нельзя, а, это грех, ой, а я не знал, вот поэтому грех ожил. Человек осознал, что это грех. Сегодня проблема вообще на самом деле в мире не то, что люди знают, что такое хорошо и что такое плохо, проблема в другом. Люди говорят, нет критериев, все относительно. Мы уже как-то говорили об этом, философия релятивизма. Все делается по принципу, попробуй, если нравится это хорошо, значит хорошо. Помните, во многих встречах мы уже касались этого вопроса. Поэтому так, я жил некогда без закона, говорит. А я умер, говорит апостол, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Вот что по этому поводу заповедь дана для жизни пишет блаженный Феодорит Кирский. Непростая жизнь была у этого блаженного. Действительно, он впадал и в ереси, и опять и Соборова даже осуждал, но потом Хелкидонский Соборова оправдал. То есть вот таким людям на самом деле за комментариями обращаются очень ценно. Это люди не просто давали какие-то комментарии, они их переживали своей жизнью, понимаете, впасть в заблуждение. Потом вот это заблуждение переоснованность понять, покаяться. Да, это очень, в общем-то, люди глубокомысленно все это проверяли, скажем так. И вот он пишет, цитата. «Соучаствовал, вкусив плода, соучастник преступления Адама». Конец цитаты. Поэтому так. «Грев Бог, взяв повод от заповеда, обольстил меня и умертвил ею». Здесь, так же пишет Сыдитель Иоанн Златоуст, «Сатана — это источник греха, обвинение греха, а не закона». Вот о чем идет речь. Вот Сыдитель Иоанн Злаут дает краткий комментарий. «Заметь, говорит, как Павел везде нападает на грех, освобождая закон от всякого обвинения». Конец цитаты. «Грех становится крайне грешен посредством заповеди». Тот же Сыдитель Иоанн Златоуст пишет. Вот тоже важная цитата. «Я сказал, что без отцов нам в этих вопросах сложновато будет что-то понять. Поэтому без духа святого отца и духоносные лучше здесь и не разбираться, и не суваться, скажем так. И через то, в чем Павел, пишет Сыдитель Иоанн Златоуст, обвиняет грех, он вновь и еще убедительно показывает благодетельность закона. «Ведь закон совершил немалое дело, открыв, какое зло есть грех, и явив весь его яд и выставив на показ. Ибо это именно Павел дал понять, сказав, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, чтобы обнаружилось, какое зло, какая погибель, есть грех, это было показано через заповедь. Этим апостол показывает и превосходство благодати над законом. И внимание, как завершает. «Превосходство, а не противостояние». Очень важное крайнее замечание. Конец цитаты. «Превосходство, а не противостояние». Потому что люди, читая это послание, часто в юридических разных сообществах, оно начинает сталкивать лбами два этих понятия. Благодать и закон. И якобы здесь противоречие. Нет, апостол показывает превосходство, а не противостояние. Очень важно. Очень важно. Потому как это действительно ярко выражено во всем послании апостола Павла в дальнейшем. «Посему закон свят, — говорит апостол, — и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне свертоносным? Никак. Но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть он как бы возвечивается, обнаруживается. Поэтому становится понятен, что это, да, преступление. И далее 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то согрешаю с законом, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злою, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот очень интереснейшее рассуждение. Апостол Павел здесь говорит о том, в данном отрывке, описывает терзание людей, которые знают, что они грешники, но не могут избежать совершения греха. Большинство здесь комментаторов считали, что здесь апостол описывает не свою борьбу, как человека-христианина, а страдания не обновленного человека, не обновленного благодатью Божией. Они полагали, что обращение ко Христу и получение благодати избавляет человека от той раздвоенности, что описывает апостол Павел, отцы. Некоторые из отцов церкви также разрешали эту дилемму, утверждая, что в своей глубенной сути человек, как разумный и свободный дух, всегда находит радость в законе Божьем, поскольку этот закон разумен. Трудности начинаются при попытках реализовать заповеди на деле. Вне благодати, дарованной нам во Христе, освобождение от закона и смерти невозможно. Невозможно. Благодать Духа дает нам силы служить закону Бога, так, как указывает просвещенный благодатью ум. Это вот важно здесь понять, что... Смотрите, еще какое слово употребляет здесь апостол, живущий во мне грех. Ну, хочется спросить нас всех, а кому мы даем возможность жить внутри себя? Помните, как-то вот сейчас я вспомнил, да, у одного старца спроси... Один инок спросил у старца, говорит, сказано, если даже помыслил, это уже грех, сказано, там, помыслил о грехе, уже сотворил его в сердце своем. Как же быть? Я, говорит, не могу уловить эти мысли, и чтобы они не приходили, я их не могу отсечь. И тогда старец ему сказал, не можешь отсечь, не давай им свить гнездо. Подвел его к дереву, говорит, ты можешь птиц отогнать? Он говорит, могу. А можешь, чтобы не дать им, чтобы они ввели гнездо? Не свили гнездо, могу. Вот, говорит, отгоняй эти мысли, как отгоняешь птиц. Тогда гнездо у тебя не совьют, тогда не будут жить в тебе. И тогда не будет жить в тебе живущий грех. То есть, Бог не лишает нас свободы. Если мы соглашаемся и услаждаемся помыслом, и даем ему место, и всячески там, а еще некоторые подвыпив, подвыпив, да, там, заглушив свой ум, там они еще больше страсти разгораются. Известно, давно еще к лезиастам сказано, секира буйна, да, вино глумливо, секира буйна. Поэтому во всем должна быть умеренность. Когда человек что-то начинает делать, то без меры, то, что касается, вот, например, винопития, да, то в нем возбуждается похотливые страсти, и человеку сложнее противостоять умом, потому что ум-то уже, да, отключен. В некой мере. Итак, далее продолжает апостол. Итак, я нахожу закон, закон, что когда хочу сделать доброе, прилижит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противодействующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Видите, дважды повторяет, находящийся в членах моих. То есть в руках, в ногах. Снова повторяет эту мысль. Не сама по себе плоть греховна, а то, что находится. Да. А где это сначала находится? Не может же это находиться просто в самой руке. Рука, например, чтобы поднять, я ей даю команду. Да. Откуда? Отсюда. Отсюда. Поэтому не сама по себе плоти, не сами по себе ноги и руки плохи, а то, как мы ими руководим. А откуда мы берем это руководство? Если по стихиям, да, и сообразуясь с веком сим, то понятно, из того или сериала, или из того бульварного романа, или из популярного ныне у молодежи ТикТока, там, да, действительно, где смотреть-то, в общем, нечего, сплошные обрывки. То есть смотря, откуда мы питаемся, из каких источников. Напомню, давно не напоминал сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Не пей, говорит, из источника неизвестного. Не пей своим умом и чувствами. Из гаджетов все там, все подряд, что там тебе предложат. Да, козленочком станешь. Вот. Не послушался тогда Иванушка, сестричку свою попил. И рожки-то выросли. Поэтому так и апостол говорит. И завершает он эту главу и говорит, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти, действительно, от того, что я поселяю в свое тело и поселяю в свои члены. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу, закону Божию и плотию, а плотию закону греха. Чтобы утвердить эту мысль, апостол Павел в другом послании, скажет спасание к галатам в пятой главе. Мы прибегали несколько раз к этим стихам, я процитирую по памяти, если хотите, откройте, пятая глава. Он говорит, дела плоти известны, они суть про любодеяние, любодеяние и прочие-прочие грехи там, и дальше говорит распуск, ну, чтобы не быть голословными. У нас есть, я смотрю, еще временно нашу реакцию можем открыть вместе. Послание апостола Павла к галатам, пятая глава, пятая глава с 17-го можно стиха. Ибо плоть желает противного духа, а дух противному плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и делослужение в волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласие, соблазны, ереси. Как-то говорили, ереси относится к плотским грехам. Не дух это повреждается, а плоть диктует. Ненуисть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Здесь апостол Павел в послании Галатам предупреждает, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Есть о чем подумать. Поэтому так. Апостол так и заключает. Но в восьмой главе, к которой мы уже перейдем, здесь, если здесь были аккуратно рассуждения о законе и благодати, снова повторю словами свидетеля Златоуста, не противопоставляя их, а, как он говорит, возвышая, скажем, благодать над законом, но не противопоставляя, не сталкивая их между собой, как делают некоторые недобросовестные комментарии. Непревосходство, он говорит, превосходство, а не противостояние. Вот так. Ну, пожалуй, на этом седьмую главу мы завершим и приступим на следующем занятии к исследованию главы восьмой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok